Дорожное движение Дорожное движение нужно с ранних лет. И личный пример самый лучший и понятный детям. С ними согласен и водитель Тимур Мефтахов. У него трое детей. Сегодня семья отправилась на прогулку в парк Гагарина на автомобиле и попала в поле зрения инспекторов ГИБДД и нашей камеры. Прежде всего это техника безопасности. Не только чтобы должны быть пристегнуты, а прежде всего техника безопасности. Детское кресло в машине не приехать инспектор, а реальная защита жизни и здоровья ребенка в случае ДТП. Контрольные рейды ГИБДД Самары проводят почти каждый день. Инспекторы останавливают машины, в которых есть дети, и проверяют, правильно ли их перевозят. Бывает так, что автокресло в машине есть, но оно не подходит ребенку по размеру. Не закреплено или сидящий в нем малыш не пристегнут. В случае ДТП толку от такого защитного устройства не будет. Все уже знают, что детей без детских удерживающих устройств и на руках перевозить категорически запрещено. Так как при резком торможении вес ребенка увеличивается в разы и удержать его родителю или другому человеку совершенно невозможно. Для чего это нужно? Для того, чтобы исключить смертельно опасный кивок головой при резком торможении автомобиля. Так как шеи и позвоночник ребенка очень хрупкие, нахождение в детском удерживающем устройстве в таком положении сохраняет его жизнь. Илья Канонников – автолюбитель со стажем. Говорит, своих детей старается пристегивать всегда. Руководствуется правилами безопасности и из личного опыта знает, что при таком активном городском движении нужно позаботиться о безопасности маленького пассажира. Чтобы соблюдать безопасность дорожного движения, чтобы у нас дети сохранились в целости и сохранности, чтобы остались здоровыми, дожили до своих водительских прав и автомобилей, стараемся пристегивать, соблюдать. Вот нам в знак благодарности подарили такой презент. Снова автомобиль с ребенком и вновь малыш едет по правилам в автокресле. Мама Олеся Исаева за рулем более 10 лет и к безопасности своих детей подходит ответственно. Сама всегда пристегивается и детям выбирает только качественное автокресло. И знает, что предпринять, чтобы убедить ребенка сидеть в специальном кресле. Поговорить, дать конфетку, вкусняшку, что-нибудь там, мультик, еще что-то. В общем, что-то пообещать, чтобы они вели себя хорошо. Инспекторы напоминают, автокресло в случае аварии позволит защитить ребенка от травм и снизить тяжесть последствий дорожно-транспортного происшествия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова